Один из объектов будущей модернизации – Чебоксарская районная больница. Ее здание существует с 1977 года. И за все это время здесь ни разу не было капитального ремонта. Савелию Перцеву 9 лет. Вместе с родителями он лечится в Чебоксарской районной больнице. Хотя старается часто сюда не приходить. Я бегаю по утрам, вечером, на физкультуре. Я люблю бегать, потому что я не бегаю. Похвастаться таким иммунитетом может не каждый. Но Савелий, да и любой другой посетитель больницы, хочет все же поправлять свое здоровье в комфортных условиях. В отремонтированном здании и с новым оборудованием. Разумеется, все новое лучше, чем старое. Ветхое оно хуже, чем старое. В рамках указа главы республики в 2020 году больница получит 24 миллиона рублей. Средства пойдут на ремонт правого крыла поликлиники. Здесь обновится система теплоснабжения, канализации, водопровода. Там полностью отремонтируют кабинеты, заменят мебель. Если бы этих денег не было бы выделено, не было бы субсидий, господдержки, то эти ремонты нереально было бы сделать своими силами. Сейчас в поликлинике обновляется детское отделение. Тоже на республиканские средства. Кстати, капитальный ремонт здесь идет впервые за 33 года. По оборудованию в этом году у нас планируется поступление оборудования на общую сумму около 32 миллионов рублей. Часть из них уже поступила, в этом числе и передъюжной фельдско-акушерский пункт на общую сумму около 7 миллионов рублей. Также цифровая рентгенустановка для флюорографии на сумму 15 миллионов рублей. К тому же еще планируется поставка газификатора и трех аппаратов искусственной индикации легких. Сегодня в поликлинике республики ежедневно обращаются более 45 тысяч граждан. В 2020 году планируется провести капитальный ремонт и обновить материально-техническую базу каждой второй медицинской организации Чувашии. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика.